ну вот и наступил 2017 год я вас сердечно поздравляю с началом года как говорится с новым годом с новым счастьем ну а мы с вами распакуем весьма интересную посылку из китая и в этот раз вы знаете что там iphone я тоже знаю что там iphone и мы этим видео начнем рубрику восстановленные устройства из китая если вы поддержите лайками и комментариями под этим видео то эта рубрика будет выходить хотя бы раз в месяц и так мы начинаем поехали очень быстро в течение двух с половиной недель посылочка пришла к нам соответственно из китая ссылочки я оставлю в описании выбиралась это все по отзывам и рекомендациям пользователей на том же алиэкспрессе да сейчас iphone 5s стоит порядка 200 долларов с копейками зависимости от объема памяти в общем от 200 у хорошего справедливого продавца честного можно в принципе его выбрать и так вот так вот это все дело упаковано как я говорил ранее две с половиной недели очень много пупырки достаточно быстро перед новым годом все это прошло таможню на подходе принципе второе устройство давайте люблю я когда так упаковывают то есть соответственно продавец знает что у нас совершаются всякие гонения посылок то есть их могут испачкать их могут порвать их могут спинать и дать иногда даже в воду в общем друзья когда упаковывают так товар то это значит продавец выбер проявляет к вам некое уважение так давайте посмотрим во сколько пупырки вообще дилемма восстановленных устройств с алиэкспресса и не только с алиэкспресса существует достаточно много количества сайтов с которых вы можете заказать восстановленные устройства с америки с китая и не только эта тема весьма весьма популярна но некие боятся таких устройств давайте разберемся что же мы получаем за эти деньги в принципе сейчас iphone 5s в россии стоит порядка 20000 рублей восстановлены порядка 18 тысяч рублей что же нам предлагают китайцы и так в комплекте у нас уже идет стеклышко на iphone 5s стеклышко приехала соответственно в хорошем состоянии в стороночку и также вы получаете подарочек виде такого силиконового чехольчика мелочь но приятно на первое время в принципе хватит ну и собственно сам iphone 5s в такой вот коробочки в принципе очень очень это все симпатично выглядит то есть я вижу что это конечно же коробка не оригинальная потому что я скажем так имел возможность ознакомливаться с оригинальными устройствами iphone соответственно с оригинальными коробками но все пока что очень все достойно выглядит то есть коробка на уровне конечно же она не оригинальная еще раз повторюсь но она очень очень хорошо выглядит полиграфия скажем так на твердую четверочку в какой версии у нас версия space grey на 16 соответственно гигабайт и iphone 5s модель к н дробь а и что это означает я еще пока совсем не знаю можно посмотреть есть существует куча ресурсов где вы можете по номеру модели посмотреть отношение к рынку которому соответственно была создана та или иная модель iphone вообще конечно же много всякого кукарекания по поводу что круче iphone или android устройство вообще iphone и в том числе и восстановленные хорошо себе зарекомендовали у российского пользователя давайте же взглянем в этом видео конечно же не будет обзора данного устройства потому что достаточно старая как модель мы просто с вами посмотрим в каком виде все это приходит от китайских продавцов потому что это все-таки восстановленная так открываем коробочку и перед нами собственно iphone о комплектации сразу конечно же но можно заявить смело что здесь будут не оригинальные зарядные устройства не оригинальные наушники не оригинальный кабель в принципе для повседневного использования вы сможете использовать то что вам продавец положит в коробочку но пока что я вижу и вот это так вот все выглядит для нас как для потребителя который открыл посылку и это очень 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 симпатично для восстановленного устройства что мы получаем в конвертике в конвертике мы получаем полиграфию достаточно хорошего качества мы получаем конечно же а и скрепку для того чтобы мы смогли достать единственный лоток который есть в этом смартфоне для наносим карт пока это в стороночку положим такая вот скрепочка вообще очень много скажем так предпосылок к тому что восстановленные устройства они 2017 году будут весьма популярны потому что покупать новое устройство в связи с кризисом который конечно потихоньку уходит но все таки дает о себе знать в том плане что доллар сейчас непонятно как себя чувствует хотя в принципе тут есть небольшая сразу видно что мы получаем устройство вот такой вот то есть если вы видите да здесь небольшая такая грязючка получаем наушники доллар повторяюсь нестабилен то в плюс то в минус идет то есть повышение и понижение курса сразу же зарядный блок 5 вольт один ампер с российскими розетками это хорошо и под оригинал кабель lightning очень все весьма неплохо и симпатично выглядит вы пока если вам не сложно напишите в комментариях как вы отпраздновали новый год может быть вам кто-то подарил какие-либо гаджеты или смартфоны либо вы себе приобрели что-то новое к новогодним каникулам но мы пока с вами посмотрим на iphone 5s в цвете space grey вот так вот это все выглядит все в заводских пленочках сейчас проверим на включение ну говорить тут о спецификациях и где какая кнопочка соответственно находится смысла я не вижу лоточек как всегда у нас не совсем в тон корпуса камера сфокусировалась и вы видите что лоточек для sim карт немножко не в тон корпуса самое страшное что могло произойти это отсутствие винтиков на нижней части устройства но они здесь присутствуют к сожалению камера почему-то не хочет фокусироваться но да и бог с ней присутствуют заводские пленки я вижу что сам корпус у айфона находится состоянии нового то есть что такое восстановленное устройство в том числе устройство из китая это все те же оригинальные устройства за которые мы когда-то отдавали десятки тысяч рублей но отремонтированы помещенные в новый корпус единственная проблема связанная с приобретением данного вида гаджетов это достаточно большой риск но если кто его не боится соответственно может на него наплевать риск в чем восстановленные устройства делаются соответственно с тех смартфонов которые у нас уже iphone активирован почему-то давайте проверим да iphone активирован полностью скорее всего продавец проверял что у нас работает вай фай так далее и тому подобное делается это все из сломанных устройств но причина поломки может быть разная это может быть залитие водой это может быть соответственно разбитый экран это может быть вышедший из строя допустим один из механизмов самого устройства соответственно это все перепаковывается в новые корпуса добавляются новые экраны и вы получаете новенький восстановленный iphone без разницы какой модели из китая и так в принципе что сейчас вижу я настройках самое главное пройти посмотреть работает ли интернет до сети видит это уже хорошо и еще потом мы уже за кадром ставим сим-карту и проверим наличие соединения по сим-карте конечно же русский язык будет присутствовать об айфоне 12 гигабайт 11 и 3 доступно последняя операционная система которая здесь была установлена 8.4.1 я думаю что возможность без проблем обновиться на друг на любую другую пока все хорошо у нас реагирует экран на касание без проблем сразу важно посмотреть засветы сразу важно посмотреть наличие скажем так водяных каких-то пятен на экране сразу главное посмотреть это присутствие работы сим карточек сразу главное посмотреть работу вай фай сети это именно те базовые настройки конечно же работу камеры мы сейчас посмотрим на без проблем все работает как минимум фронтальная камера работает давайте посмотрим работает ли основная и основная тоже работает но она к сожалению сейчас вот такая вот модуль камеры может стоять не оригинальный достаточно весьма такого скажем так не очень хорошего качества ну пока все вроде более-менее хорошо конечно же восстановленные устройства это выбор каждого с этим айфоном пока тут все в порядке если вам понравилась идея таких видео которые в принципе вы можете найти на ютюбе я не первооткрыватель в этом плане если вы хотите чтоб я вам более подробно рассказал о восстановленных устройствах из китая в частности с алиэкспресс пишите об этом в комментариях вас еще раз сердечно поздравляю с новым 2017 годом отдыхайте кушайте выпивайте и делайте все то что делают русские люди в новогодние праздники всех с наступившим 2017 годом конечно же подписывайтесь на нас во всех социальных сетях вы есть в твиттере в инстаграме вконтакте а еще пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того чтобы экономить деньги на покупках в интернете совсем скоро увидимся с новым годом пока пока